Добрый день дорогие подписчики, сегодня с вами снова я, ваш старый или не старый, новый знакомый Макс Федерал из города Хабаровска, мы находимся на набережной стадиона имени Ленина и на этой набережной сегодня проводится автовыставка, на мероприятии принимают участие ребята, которые занимаются дрифтом в нашем городе, я сейчас проведу небольшой краткий экскурс по этой выставке, после чего пишите в комментариях какая машина вам понравилась, мы снимем про нее отдельный обзор, поехали! Первая машина в ряду, как говорится, экспонатов, это у нас достаточно вырезанный, ваз, надпись громкоговорящий автоспорт, причем надпись подтверждается не только словом, но и делом, тачка принимает участие в соревнованиях по дрифту, причем принимает участие уже достаточно давно. Обратите внимание на детали, все продумано буквально до мелочей. Смотрите на этот цвет, сочетание золота и крома, тачка прям вся вылезанная, зазорчик и все круто. Даже фитмент у нас имеет такой дрифтовый, конечно, но тем не менее, стоит что-то похожее на вертли, достаточно фетишное, но если быть реалистами, понятно, что, скорее всего, они не настоящие, потому что стоимость таких дисков будет превышать стоимость машины. Вторым автомобилем среди экспонатов является вот такой вот зелененький лягушачьего цвета, но того не менее, крутой ВАЗ-2106 под управлением Коваровского пилота Войтова Антона. У машины достаточно интересная история, почему именно, я сейчас вам об этом расскажу. Все, к сожалению, предыдущую машину нам открыть не получилось, но зато у вот этой вот малышки с жабрами мы сейчас посмотрим, что находится под капотом. Вот такое вот все немного копчененькое здесь. Зимой горело? Да, потому что эта машина горела зимой на соревнованиях. Вот. Хозяин все восстановил. Люда покрасил все золотистой краской. Вот. И выкатил тачку на автобус. Вот следы у нас здесь. Вот чудовищных размеров турбина, которая поднимает этот космический аппарат и отправляет куда-то в космос. Сегодня детище отечественного автопрома в списке обзора у нас закончились. Вот. Потихонечку переходим к японцам. Альтезу называли псевдозаменителем Хачероку. Вот смотрите, вот даже в этом кузове есть кусочек от Альтезы. Вот. Это приборка, остатки торпеды вот так вот обрезанные. Просто по-варварски. Вот. И верхний кожух спидометра. Короче, вот такая вот гибридная тачка получилась. Следующим экспонатом у нас будет, не побоюсь этого слова, чемпионская машина. Тачка, которая уже на протяжении нескольких лет управляется регулярным победителем нашего хабаровского чемпионата Drip Day. Автомобиль Алексея Константинова Nissan Skyline R33 в кузове Огурец. В межсезонье в этот кузов был вален каркас безопасности. Тачка подготовлена под все доступные для нее источникам регламента. И буквально несколько часов назад ее выкатили с поклейки. Получилось очень сочно. Нашу Skyline комьюнити продолжает еще один автомобиль. Nissan Skyline R32 совсем недавно собранный под управлением Дмитрия Макарова. Nissan Skyline в кузове R32 под управлением Дмитрия Макарова. С фамилией хозяина мы, слава богу, вроде бы как разобрались. Ходят слухи то, что хозяин ввалил в эту машину уже более миллиона рублей именно тюнингом. Правда это или нет, знает только он. Но любому понятно, что это обратная сторона медали. И за все удовольствие приходится платить. Ну и заключительным автомобилем вот в череде сегодняшних участников будет вот этот вот замечательный, не побусь этого слова, крутейший, вылизанный, очень красивый, дымный и мощный Toyota Mark II под управлением Осмоловского Вадима. Как говорил любимый и уважаемый многими Антон Павлович Чехов, что в этом автомобиле должно быть прекрасно все, и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Так вот, в этом автомобиле, или точнее глядя на него, действительно все прекрасно. Здесь нереально красивый интерьер, очень стильный и лаконичный экстерьер. Он мощный, весь вылизанный, ухоженный, при этом дрифтящий. Вот такой вот должна быть настоящая красивая Вэшка, а не вот это вот то, что частенько наматывается на столбы. На этом мы заканчиваем сегодняшний краткий такой вот выпуск, краткий выпуск, спойлер, с помощью которого вы можете проголосовать за понравившийся вам автомобиль, из тех, что я показал, и мы снимем про него отдельный полноценный обзор. Поэтому делитесь с друзьями, комментируйте, лайкайте. Будем снимать дальше. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok